в Катербурге. А на следующей неделе торжественная месса Бетховена прозвучит в Москве. Солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят в заряде. Маркус Хинтерхойзер останется художественным руководителем Зальцбургского фестиваля до 2031 года. По мнению членов отборочного комитета, действующий в данном фестивале ярко заявил о себе во время собеседования. А всего на рассмотрении 8 кандидатур, 7 мужчин, 1 женщина. Пока собеседование прошли 5 человек. Хинтерхойзер руководит фестивалем с 2016 года. Музыку из знаменитых японских мультфильмов исполнят в Москве. В Государственном Кривлевском дворце в воскресенье пройдет концерт симфонии аниме. Художественный руководитель и дирижер проекта японский маэстро Кеничи Симура. В Японии нет каких-то ограничений на то, чтобы проводить концерты в России, и для меня честь выступать в Москве. Я считаю, что нужно делать как можно больше совместных мероприятий, чтобы сохранять и укреплять наши культурные контакты, делиться со слушателями тем, что есть ценного в культуре наших стран. В концерте примут участие симфонические оркестра «Русская филармония» и японская певица Сапана Сумико Кеннадзея. Ярмарка «Интеллектуальная литература «Нонфикшн. Весна» накануне открылась в городе Музглорен. Запланировано более 300 мероприятий разных форматов, презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами и лекции. В студии была Ольга Разумовская. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Продолжение следует... Продолжение следует...